Еще одна группа нижегородских туристов доставлена из Египта. После запрета регулярного авиасообщения, россиян выводят из Шарм-Аль-Шейха спецрейсами. Сегодня прибыли 209 человек. Возвращались они на самолете Аэробус А321 компании Когалым Авиа. Настроение у всех прекрасное. Все отдыхают, ни о чем не думают. То есть обстановка совершенно спокойная. Если не считать, что в аэропорту просидели через 12 часов, так нормально. Экипаж извинился и сказал, что мы для вашей безопасности проверяли самолет. Извините за долгое задержание нас в аэропорту. Страшно было на самом деле. Тем более у нас была та же самая компания, которая упала. Самолет разбился. И конечно страшно было. Причем страшно было всем. Я могу сказать, что риски максимально минимизированы. Проведена большая работа. Мы сейчас летаем без багажа из Шарм-эль-Шейха, без бортпитания из Шарм-эль-Шейха. Самолет в Шарм-эль-Шейхе сразу после перелета охраняется как сотрудниками местных спецслужб, так и непосредственно членами экипажа. Вот мой рюкзак был. Я уже прошел. Я тоже там сказал, что Европа, в смысле Египет, будут все равно ездить. Это очень хорошая страна. Представляете, это литр воды. Меня пропустили. Ну вообще жидкость, самолет, не больше 100 грамм, если вы знаете, разрешается. Здесь литр. Я просто забыл, уже обнаружил, когда начал это. Вот такой, видите, началась такая безопасность. Двойной контроль был. Как воду пропустили. Вроде нигде не писали, что это. Хотя я зубную пасту уложил в багаж. Боялся, вдруг ее отниму. Ну вот единственные неприятности небольшие у тех, кто раньше времени улетел, я имею в виду, то есть не дали продолжить отдых. То есть сказали, что это был последний, ну, крайний рейс на Нижний Новгород. То есть люди неделю недоотдыхали некоторые. Мы ехали на 14 дней, а пробовали всего лишь 7. Ну не знаю, сказали, что последний рейс в Нижний Новгород, поэтому отправили нас заранее. Мы улетели 3-го числа. Ну за полтора дня после трагедии. Поэтому, ну тяжело, не ходилось, боялись, но, слава богу, все нормально. Арабок, конечно, в трансе. Что русские туристы уезжают, остается, по-моему, Украина и Италия. Кстати, багаж туристов доставляют отдельным рейсом в Москву и уже оттуда пересылают в Нижний Новгород.